Детское радио представляет Мачты, смотрящие в зенит Белее снега паруса Рында над палубой звенит За старой картой вас ждут чудеса Тайны старой карты Тайны старой карты В моей мастерской висит на стене старая волшебная карта Стоит шагнуть за нее и окажешься на берегу любого океана В любой эпохе, вернее, висела Карту украли и теперь мы, ученики Академии парусного спорта Построенной для питерских ребят Газпромом Витя и Света и я, старый боцман Ищем ее по всем морям и океанам Когда в поисках выдался перерыв Я рассказал ребятам о клубе знаменитых капитанов Когда-то я, будучи мальчишкой, вместе с Гулливером И пятнадцатилетним капитаном Диком Сэндом Разгадывал тайну шхуны призрака Мария Целеста Поиски привели нас на берега реки Миссисипи Мы искали следы злоумышленника, погубившего шхуну В этом нам помог лоцман по имени Сэм Клеменс Известный как автор приключений Тома Сойера Писатель Марк Твен Он расшифровал индейское письмо Но только наша шлюпка приблизилась к берегу Как из прибрежных камышей раздались выстрелы Это же в нас стреляют Стреляйте, Гулливер Конечно, что же еще остается? Эх, засиделся я что-то в библиотеке Пора и размяться Эй, молодой человек А ну мигом, мигом на дно лодки Не то пулю схватите Я вынужден был подчиниться Дик и Гулливер стреляли по лодке бандитов А мне приходилось только наблюдать Мистер Томас тогда был еще котенком Он вцепился в меня и сидел тихо Выстрелы звучали совсем близко Потом дальше Тут Гулливер заметил, что из дома у холма По злодеям тоже стреляют Как мы позже выяснили Это был тот самый дом, что упоминался в индейском письме Выстрелы продолжались и продолжались Вдруг бандиты, видимо поняв, что их дело безнадежно Перестали стрелять и бросились на утек Мы спешно причалили Лемюэль и Дик побежали за ними Дик кричал, чтобы они остановились Но бандиты пытались скрыться С трудом пробираясь в зарослях камыша Одному все-таки удалось бежать Второй остановился и произнес, задыхаясь Я стоять! Я стоять! Дик и Лемюэль связали ему руки Он не вырывался Тут из дома на холме выскочил невысокий мужчина Сначала он побежал очень быстро Потом перешел на шаг Скоро мы смогли разглядеть его получше На вид ему было лет шестьдесят Светлые выгоревшие волосы Густые пшеничные брови Яркие голубые глаза Одет очень просто В грубые матросские штаны и куртку Если бы не револьвер в его руке Можно было бы назвать его добродушным Устало выдохнув он сказал Уф! Вы поймали его Мистера Чипа Наконец-то! Так что Дик и Лемюэль поймали капитана Марии Целесты Того самого, что заложил на корабле бомбу Чтобы получить страховку нечестным путем Вот так А мужчина немножко отдышался и сказал Простите Я не представился, господа Мое имя Гарри Джексон Я матрос с Марии Целесты В свою очередь мы представились ему И рассказали о том Как нашли его письмо Незадолго до взрыва Вот так и вышло, ребятки Что Гарри Джексон Спас всех нас Если бы не его письмо Мы бы погибли Дик, я и Гулливер Благодарили его И жали ему руку А он только повторял Ах, как же славно, что вы живы, господа Ей-богу, славно Очень рад, очень рад Потом мы стали решать Что же делать с мистером Чипом Гарри Джексон предложил Давайте отведем его к шерифу Пусть суд решает его судьбу А я спросил Скажите, почему Чип хотел взорвать шхуну? Неужели только из-за этой страховки? Ну, из-за денег А Джексон ответил Прошу в дом, господа Я вам все расскажу Мы прошли в дом И мистер Чип пошел вместе с нами И все время разговора Сидел на стуле у открытого окна Вот что рассказал Гарри Джексон В доме на холме он жил со своей женой Молодая Луна, так звали ее Об этом нам уже было известно из письма Мистер Чип разыскивал Джексона Чтобы отомстить за то, что тот обнаружил его коварные планы Гарри решил переправить жену к родным У них ей было безопаснее Потом он показал нам бумаги, документы Шхуна Мария Целеста шла в Сидней Владелец нанял на рейс безработных моряков Уже в южных водах Тихого океана Стало ясно, что шхуна до порта не дойдет Потонет при первом же шторме Шкипер, сообщник мистера Чипа Бросил шхуну и скрылся на единственной шлюпке Моряки поняли, что дело плохо А что было дальше? А дальше они обыскали шхуну от киля до клотика И нашли таки Адскую машину Матросы хотели бросить бомбу за борт Но Гарри предложил им другой выход Они решились Связали плот и оставили шхуну А перед этим Гарри Джексон положил в сундук письмо Команде Марии Целесты жизни матросов угрожала серьезная опасность Сказал Джексон Надеюсь, что я поступил правильно, господа Мы, ваш покорный слуга и знаменитые капитаны Дик Сент и Лемюэль Гулливер Согласились с ним Вот так и закончилась история Марии Целесты Да, никакой мистики Простая человеческая алчность Ну вот А я думала, что это настоящий летучий голландец Странные исчезновения Таинственные появления Ничего, на наш век тайн хватит Смотрите, наш компас ожил Значит, похитители воспользовались старой картой и снова куда-то отправились Наверное, искать очередной клад Да, и это наш шанс догнать их Все готовы? Готовы, конечно Готовы, дяденька Боцман Тогда кладем руки на компас Раз, два, три, вперед! Мы пойдем по меридианам и паралелям Поднимать паруса и бросать якоря Ты увидишь штормы, тайфуны и мели В общем, все на земле Покорим мы моря! Мачты смотрящие в зенит Белее снега паруса Рында над палубой звенит За старой картой вас ждут чудеса Тайны старой карты Тайны старой карты Продолжение следует